Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, Юлия. Вы пишите, что замечаете, что когда вы сказываете смену о своих чувствах, ваш молодой человек проявляет больше инициативы, становится более нежным. И спрашиваете, нужно ли подавлять свои порывы чувств, чтобы казаться более интересным или же с чем это связано. Но это связано в первую очередь с проблемами в коммуникации между вами. В первую очередь это связано с этим. Во вторую очередь это связано, как мне кажется, с тем, что молодой человек в какой-то степени боится близости, психоэмоциональной близости я имею ввиду, боится. Вот. И в третьих это связано с тем, что по всей видимости у молодого человека к вам есть определенное чувство вины. Ну, вероятно всего. Что соответственно и мотивирует мужчину вести себя так, как он ведет. Другое дело и другой вопрос, как мне кажется, куда более важным заключается в том, что по моим ощущениям вы как будто бы боитесь стать ему неинтересной. Я имею ввиду своему молодому человеку. Как будто бы, ну, основная или главная ваша задача заключается в том, чтобы, ну, быть интересным. Интересным. Интересной. Интересной. Ему. Вот. В этом, собственно, и кроется основная, как мне кажется, трудность и проблема. ваша. Вот. Поэтому я бы, вот, сказал бы, наверное, как-то так. Вот. Я бы, ну, какой-то такой ответ вам в целом бы дал. Вот. На этом все. В принципе, надеюсь, что вам мой ответ понравился. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать, собственно, работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет успешно разрешена. Помогу на склад. Все. Я знаю. Продолжение следует...